Итак, лекция номер 6. Мы с вами сегодня обсуждаем такую штуку, как рекурсия. И выходим на быстрые сортировки, рекуррентные быстрые сортировки. Давайте с вами, собственно, разберемся, что такое рекурсия. Итак, один кореец, по-моему, неважно, может, в Китае, не знаю, был в отпуске и сделал свою фотку. Поехал в следующий отпуск, взял с собой эту фотку, где он был в отпуске, и ее перед собой держат в руках. Поехал в отпуск в следующий раз. То есть он эту фотку взял с собой. Поехал в отпуск в следующий раз. И эту фотку взял с собой. и взял ее, соответственно, к себе в руки из предыдущего отпуска. Фотку. Итак, каждый раз, когда он ездил в отпуск, он брал фотку с предыдущего отпуска, на которой он же стоит и держит фотографию. И возникает классическая вот такая вот, ну, как бы, что? Ну, вот тут есть некая тонкость. Я бы сказал, что фрактальная структура. То есть, само по себе, само по себе здесь рекурсии нет, потому что здесь происходило итеративное появление, итеративное вычисление, скажем так, да? И он это делал последовательно. В чем особенность рекурсии? Дело в том, что, можно сказать так, если я ставлю задачу сделать вот такую фотографию, на которой будет двойной уровень вложенности, на которой будет стоять он на фотографии, на которой стоит он, да? Вот. У меня получается вот, вот, меня трудно нарисовать, да, потому что он резко уменьшается у меня, да? Но, тем не менее, там, на той фотке еще он стоит, но уже без фотки. Так вот, получается, что я, как бы, говорю, мне надо сделать уровень вложенности 3. То есть, я хочу сделать фотографию, да, уровень вложенности 3. Что я для этого должен сделать? Для этого надо, понимаете? Для того, чтобы сделать это, мне надо сделать фотографию уровня вложенности 2. Для этого надо, как задание, да, как подзадача, сделать фотографию уровень вложенности, собственно, 1. Где просто он стоит без ничего, да? Понятно? То есть, фишка в том, что рекурсия обязательно включает в себя механизм постановки задачи. Теперь давайте формально запишем. Рекурсия – это способ решения задачи через сведение ее к подзадаче в скобках ам запятая аналогичных аналогичной, да, в скобках, аналогичных исходной. Я сюда добавляю обычно еще один важный пункт. Аналогичных исходной, но проще. Можно по-другому написать. Меньшего масштаба, меньшей сложности. Давайте я сейчас запишу проще. Для того, чтобы было проще. Аналогичных исходной, но проще. Очень важно, что эти подзадачи будут являться аналогичными исходными. Потому что, вообще-то, разделение задачи на подзадачи, задачи одной на подзадачи, много, это вообще нормальный тип человеческой деятельности. Да? Вы, не знаю, дайте что-нибудь простое. Хотите помыть посуду? Да? Для этого вам надо собрать посуду со стола. И вы говорите, это отдельный вид деятельности, я его вот собрать посуду. Одна часть работает. Да? Вторая. Отнести ее к раковине. Вторая часть. Да? В каком-то смысле даже в самом ее описании уже содержит последовательность действий. Но на самом деле, если я скажу, а еще надо включить горячую воду, подождать, пока настанет нужной температуры, теплой там, да, сбежит вода, да, надо на губку положить, как это называется там, средство, да, собственно, помыть посуду. Ну, и надо сказать, что некоторые действия могут быть выполнены параллельно. То есть чисто теоретически, если у меня 10 человек, все соседи и все фанатиют и хотят немедленно мыть посуду, да, ресурс параллельности бесконечный, то я говорю, а что тогда? А тогда давайте, один побежал уже включать воду, другой хватает губку, намыливает, собственно, то самое, ну, раковина одна, поэтому, ну, как сказать, второй быстро собирает посуду, еще как-то разделяемся, значит, один с одной стороны, стороны стола, другой с другой, да, потом несем, по-любому моет один, потому что раковина, да, никуда, и вернуть ее на место. Вот, то есть, короче, разделение на подзадачи является логичным способом уменьшать сложность задачи. Но, как вы понимаете, декомпозиция, а это называется декомпозиция. Это, в принципе, декомпозиция, композиция, понятно? Да, декомпозиция. Когда-то слова анализ и синтез понимались в этом же смысле. Анализ, это не то, что сдается в поликлинику, да, а это расчленение. Анализ лягушки, это ее разрезать, синтез лягушки, это ее сшить. Ну, обычно это имеется к знанию, то есть, анализ чего-то, это вот вычленение неких сущностей в предмете, да, исследуемом. Мысленный может быть, да, синтез, соответственно, когда мы это собираем обратно. Наука, она не только в анализе состоит, потом синтез. Ну, в этом смысле декомпозиция, это как раз анализ. Да, давайте мы задачу разобьем на подзадачи. Но декомпозиция в общем случае не подразумевает рекурсии. Понятно? Очень важно, потому что именно декомпозиция является методом понижения сложности разбиения на подзадачи. Но они разные. Я не буду это прописывать. Так вот, как у нас выстроены вызовы функций? Вот если я разложил программу на подпрограмму, на функции, это нормальный образ, когда программа большая, то нужно, чтобы мы с этим кодом работали, разбить ее на функции. Соответственно, у меня, допустим, есть функция, там, не знаю, main, главная, ну, главный модуль в питоне, да. Значит, я сейчас, я обозначу, как будет он функция. Значит, есть функция А, есть функция Б, функция С, функция Д. Соответственно, у меня, например, из главного модуля вызывается функция А. Функция А зовет функцию Б, функция Б зовет функцию С, функция С зовет функцию Д. Да? Так вот, как фактически происходит передача мячика, скажем так. Ведь на самом-то деле процессор у меня один, и у меня питон работает, не распределяясь там сейчас на нити, но у меня есть одна нить исполнения. Одну команду он одновременно делает. Поэтому, вот у меня стартовал процесс вычислительный. Вот стартовал, я запустил Python, свой скрипт. Пошли команды. Ну, я эти стрелочки сейчас буду одной уже ввести, как бы линии, да. Вот я дошел до некоторого места, где у меня произошел в главном модуле вызов функции А. Вообще-то, после этой команды идут дальше какие-то следующие команды. Но они временно не выполняются. Главный модуль засыпает. Как в игре в мафии. Мафия засыпает. Просыпается. Город засыпает, просыпается мафия. Значит, у меня есть функция А, у которой есть тело. В этот момент, когда вызывается функция А, внимание, в питоне, создается пространство имен для локальных переменных. При вызове функции, именно при вызове, не при ее описании, при вызове функции создается маленькое пространство имен, скажем так, для ее локальных переменных. Для параметров, если у нее были параметры, они же какие-то имена будут иметь, формальные параметры функции. Но, я это обозначу сейчас так, то есть, как бы функция запустилась на execution. То есть, я могу сказать так, что у меня, у меня есть файл, исполняемый файл, ну, exe. Да? До тех пор, пока я не сделаю клик-клик по этому файлу, то он у меня мертвые данные. Он представляет из себя данные. Правда? А если я его запускаю, то он у меня уже вычислительный процесс. Для него выделен ресурс, он находится в памяти. Он стоит в очереди процессов на исполнении. Понимаете? Да? Это разные вещи. Я один и тот же экзешник могу запустить в принципе несколько раз. Ну, если у меня система параллельная, да, то есть, у меня допускается несколько окошек запускать, пожалуйста, вот экзешник раз, экзешник два. Фактически процесс вычислитель может быть несколько раз. В этом смысле с функцией, ну, у меня здесь один однопоточное исполнение, поэтому они одновременно как бы не могут быть, да, я сейчас не рассказываю про параллельность, да, но тем не менее. Дальше что получается? Что у меня это функция, запущенная на исполнение, а мои клик-клик, вот они, вот, то есть, круглые скобочки, они, вместо того, чтобы относиться к функции как к объекту, положить ее в массив, эту функцию, в список, да, передать ее куда-то как параметр незапущенную, да, как это, вирус в пробирке, недействующий, да, а вот это все, она пошла исполняться. Пошла функция А исполняться, и буквально на второй команде она решила, взяла, вызвала функцию Б, и это означает, что дальнейшие ее действия не происходят, то есть, она вместо того, чтобы дальше работать, засыпает, и передает управление функции Б, функция Б запускается на исполнение, соответственно, пошла выполняться функция Б, команды которого не написаны, начинают выполняться, пум-бум, пошли выполняться, и тут она вызывает функцию С, функция С, Б засыпает, сама функция Б засыпает, но зато запускается новый инстанс, как бы, новая функция С, запущенная на выполнение, вот мне не хватает немножко здесь термина подходящего, программистского, потому что, как-то оно говорит, ну, запустилась функция, но ведь фактически выделены ресурсы под ее работу, ну, они выделены, понятно, из всех ресурсов вычислительного процесса, в каком-то смысле, а у вычислительного процесса общий пул ресурсов, то есть, операционной системе пофигу, что у него там функция, как они все равно, для операционной системы вычислительного процесса единый поток исполнения, и все, она не делит его там на функции, он говорит, ты выделил память, окей, верни, ну, когда там заканчивается, окей, но нам, мне сейчас важно, что как бы, да, в рамках внутренних интерпретатор, интерпретатор, это уже как раз там ковыряется, разбирает, значит, у меня функция С получает, опять же, свое пространство имен, в котором есть имена, ссылающиеся на объекты, но фактически, как бы, под нее ресурсы выделены, на память, да, значит, функция С начинает выполняться и вызывает функцию Д, елки-палки, кто же работать-то будет, начинается уже работать функция Д, слава богу, функция Д у меня никого не вызывает, да, она выполняет свои, там, условную парочку действий и заканчивает свою работу, то сам вот этот процесс вызова я назову словом call, вызов, процесс возврата не менее важен, он называется return, я специально пишу большими буквами, чтобы чуть-чуть отличать от, собственно, команды в синтексисе Питона, потому что меня интересует сам процесс, важно то, что при возврате из функции у нас ее пространство имен уничтожается, все локальные имена перестают существовать, и если у меня какие-то объекты существовали только потому, что на них ссылался имя из пространства имен, уничтожаем, ого, то сборщик мусора проснется в этот момент и скажет хо-хо, эти объекты больше не нужны, до свидания, понятно, ну, если функция возвращала значение, она, ну, условно числовая, там, или как-то, она делала return чего-то, то объект этот, он не уничтожается, сразу он еще передается, он будет участвовать дальше в самом выражении, откуда оно вызывалось, но я сейчас специально пишу, вот не, как бы, как будто оно вызывалось просто как факт, вот кол прошел, вот, просыпается функция С, получает факт окончания работы функции Д, если она возвращала значение, то вместе с возвращенным значением, если она запускала ее ради той деятельности, которую она сделает, то значит она уверена, что эта деятельность завершена, тем самым получается, что функция С позвала Д, делегировав ей часть работы, гарантированно она ее получила, понятно, все, точка, соответственно, у нас в какой-то момент закончится функция С, нет, может быть она еще раз позовет функцию Д повторно, в цикле она ее зовет по многу раз, но я не буду сейчас это рисовать, да, то есть она может делегировать часть своей деятельности, за это она расплачивается чем? Она засыпает, мы-то с вами сейчас работаем в пространстве параллельно, вы все, я говорю, вы слушаете, пишете, никто, даже в телефоне никто не сидит, печатаете, значит, так вот, мы-то параллельно с вами исполняемся, да, но можно себе представить, что мы все раз, замерли, и я один тут только хожу и действую, да, но если я хочу, что называется, передать управление, то так раз, и сам замер, да, я сам замер, я не могу дальше продолжать, она хочет, что называется, часть работы делегировать своей, запустить какую-то функцию, да, она берет кого-то, запускает, как это, тронуло кого-то, да, и он стал двигаться, да, вот, но обязательно, должен произойти возврат назад, этот механизм обеспечивается специальный, ну, в случае интерпретатора Python, это уже программным образом обеспечивается, но на самом деле поддержка вот этих вот действий call и return, и вот этого механизма, как бы, заглубления и возврата в правильное место, поддерживается на аппаратном уровне, на уровне самого процессора, есть специальные команды процессора, ну, на ассемблере они так и называются call и red, ну, не return, red, хотя ассемблеры разные бывают, но в питоне программным образом поддерживается так называемый стек вызовов, стек вызовов, ну, в случае, еще раз, аппаратном, в этом стеке еще кое-что валяется, мы не будем туда сейчас углубляться, в случае программном питона это называется call стек, стек вызовов, когда у вас случается ошибка, то есть main позвала a, a, b, c, c, d, и у d произошло деление на ноль, то вы увидите в питоне длинное-длинное сообщение об ошибке, которое будет называться, предваряться, сама ошибка будет предваряться словом traceback, traceback это обратный след, traceback это обратный след, грубо говоря, вот к вам в деревню пришел медведь и это съел овцу, вы это самое медведя как сказать подстрелили, ну откуда же она пришла эта зараза, и вы по обратной по его следам смотрите, откуда же ты пришло такое, вот в этом смысле произошло деление на ноль, но локально смотрите, да откуда этот ноль-то мог взяться, да не должен был тут ниоткуда взяться, да, и вы можете сказать, подожди, откуда ты пришел, откуда тебя позвали, ага, окей, а тебя откуда позвали, а тебя откуда позвали, и в итоге мы можем, понимая вот эту траекторию вызовов, мы можем понять, как мы дошли до жизни, до такой, до условной ошибки, поэтому нам надо не только что произошло, а как бы откуда это позвали, для чего это возникло, traceback является публикацией уже постмертной, постмортум, публикацией стека вызовов, но на самом деле стек вызовов существует независимо от трейсбека и от ошибки, дело в том, что в тот момент, когда работала функция main, мне не нужно было ничего запоминать, куда я возвращаюсь, потому что там return нет, когда я в главном модуле, то я закончу команды, все, модуль завершается, до свидания, понимаете, все, последняя команда, процесс изъяснительный кончился, когда у меня происходит вызов функции a, то мне надо запомнить, куда я буду возвращаться, когда функция a в конце концов закончится, потому что все в конце концов завершается, да, то есть и функция b когда-то закончится, вернется внутрь функции a исполняемый процесс, да, она дождется того, что функция b наконец не отзавершится, и так, функция b завершилась, функция a доделала все свои дела, заканчивает свое исполнение, возвращается в главный модуль, мы нормальный процесс сейчас смотрим, и вот завершается весь вычислительный процесс, то есть вот немножко отличия есть в глобальности вот этого, да, то, что это замечает операционная система, это ее касается, да, начался процесс вычислительный, кончился вычислительный процесс, а это такая передача мячика, при том, нить, обратите внимание, одна, нить исполнения одна, для операционной системы, опять же, нет никаких ну и тут команда из этого вычислительного процесса, и все. Вот, вернемся к чему, как выглядит работа вот этого стека вызовов, здесь он был в каком-то смысле пуст, но когда мы позвали функцию a, функция a могла быть позвана из функции b, откуда-то еще, она должна знать, куда возвращаться, в какое конкретное место программного кода, понимаете, более того, на самом деле, еще и нужно знать, какое при этом там пространство имен, потому что конкретный ресурс, вот, я сейчас прям совсем не хочу вдаваться в детали уже там низкого уровня и как-то будет там на ассемблере или на c плюс как-то в архитектурном варианте устроено с бинарным кодом, ну вот, но смысл в том, что у меня здесь написано, условно будет сохранена информация, где конкретно в main я сейчас замер, вот где я замер сейчас, да, где он залип, на конкретная строка программного кода main, куда надо возвращаться, и еще и пространство имен, даже точка, даже если выражение длинное, то вот в каком именно точке вычисления это происходит, ну, грубо говоря, оно на таком полуассемблере, да, запоминает местоположение, куда возвращаться, то есть оно разбивая на уже мелкие кусочки, даже если выражение в одну строку записано, все равно вот до деталей, где именно мы замерли, где дальше продолжать, то есть адрес возврата так называемый, адрес возврата, понятно? если функция а захочет кого-то это у меня верхушка моего стека, верхушка колстека, если функция а сделает ретерн, она никого не позвала, просто делает ретерн, то у меня мы переходим по адресу возврата, да, переходим по этому адресу и снимаем его со стека, если же функция а решила кого-то позвать, то уровень заполненности этого стека, стек по-английски стопка, стек оф букс, стопка книг, мы кладем следующую записку поверх предыдущей, кладем следующий адрес, вызвали функцию b, мы уже тут находимся, но функция b, когда завершится, она должна знать, куда ей вернуться туда в функцию a, я скобки эти ставлю в каком-то смысле зря, потому что эти скобки называют вызов, а в нежном случае адрес возврата туда, то есть я уже напишу адреса возврата, понятно, соответственно, когда b позвала c, то там еще уровень поднимается, уже надо помнить про b, когда c позвала d, то у меня туда еще уровень поднимается, нужно уже помнить, что я сейчас должен из d возвращаться в c, за счет этого, я сюда еще раз вернусь на секундочку, ведь если я буду рисовать вот такой вот график, просто на бумажке себе, чтобы понимать, какая функция, какую зовет, а если у меня функция, не знаю, d, например, это вычисление какого-нибудь там, арксинуса, условно, взял сам ряд, просуммировал просто в цикле значений, посчитал, возвращаю значения, но этот ряд мне нужен напрямую отсюда, а еще напрямую отсюда из b тоже, то есть иногда она тоже просто его зовет, ну вот, то это как бы некий граф зависимости функций друг от друга возникает, да, чтобы я понимал, кто откуда зовет, и действительно функция d, а откуда она знает, куда возвращаться, там, в конкретное место c или в b, она не может этого знать, да, никак, она должна это запоминать прямо вот на живую в тот момент, когда происходит исполнение, поэтому, грубо говоря, поставить, был такой когда-то оператор, назывался go to, в языках программирования, там, basic, pascal, там, даже все он еще есть, вот, оператор прямого перехода на конкретную метку текста, на конкретную метку, да, и в ассемблере это так оно и есть, но даже в ассемблере есть call и red, да, вызов и возврат, вот, но, но, в этом смысле ассемблер, которым я проходил на физтехе, более высокоуровневый, чем pascal, который у меня был на zadexpectrum, потому что там я не помню никаких процедур, там был переход только на метки, вот это я помню, хотя, может быть, там уже, я подозреваю, что там тоже на самом деле был, но я тогда это не знал, пользовался им очень на низком уровне. ладно, короче, вот это вот, весь этот механизм, да, когда у меня d вернется сюда, то у меня стопка понизится, то есть, я одним адресом воспользовался возврата, да, я понижаюсь сюда, если c снова вызовет d, ну, окей, там снова возникнет адрес возврата в другую точку функции c, понятно? ладно, так вот, весь этот механизм называется синхронный вызов, вот это все, не рассказывал еще? это все новое я рассказываю, да, очень хорошо, это все называется механизм синхронный вызов. на самом деле, я так вот заброшу удочки, что существует механизм, который называется асинхронный вызов, когда вы позвали сантехника чинить раковину, а сами пошли пить чай, то вы продолжаете действовать, то есть, вы в каком-то смысле порождаете новую нить, я сейчас не буду синтаксически это писать, да, но вот это был синхронный вызов, а вот если я сумел, что называется, создать новую нить исполнения, да, она как бы вот, я ее инициировал, да, вот она стартовала параллельно, да, у меня там, не знаю, несколько ядер процессоров, несколько процессоров, неважно, или это чередованием делается незаметным для меня, ну пошла вторая нить исполнения, так вот, в этом случае возникает интересная штука, функция b в какой-то момент, да, а закончится, но я ее зачем, функция a в какой-то момент закончится, но я же ее зачем-то запускал, не просто аж так, я сантехника звал, когда я допью свой чаек, мне нужно будет помыть кружку, надо, чтобы раковина была отремонтирована, да, и там текло, я соответственно жду этого результата, ну просто я могу кое-что делать параллельно, да, раковина грязная, но мне пока не надо мыть еще кружку, я еще чай пью, но в какой-то момент мне реально нужна эта раковина, и мне нужно этот вот результат вот этого вот вызова, который немножко по-другому оформляется в этом случае, его как бы присоединить, мне нужно будет для этого там как-то отслеживающий объект, который эту нить отслеживает, да, и я уже этого говорю, мне вот сейчас все, я иду мыть, соответственно, иду мыть посуду, ну-ка, сантехник, ты готов, да, и получается, если функция B, ну я сейчас вот это все глубину сейчас уберу как раз, да, если функция B еще не завершилась, не дошла до итога, который она вернет, да, то я все равно повисаю в ожидании, жду момента, когда она таки завершится, и смогу тогда продолжить свою работу, да, это синхронизация, которая неизбежно наступает в ситуации там параллельного распределения ресурсов, и если B сумела выполниться и закончиться раньше, то ее результат продолжает существовать в каком-то полузомби процессе, то есть она, она как бы завершилась, но ее пространство, имен, да, ну где будут результаты, лежит какие-то, оно не умирает, ждет, когда же его заберут, если join случается после, ну тогда у меня наоборот как бы протормаживания нету, да, то есть я этот нить прицепляю, говорю, о, о, как раз готовенько, да, мы все это любим, раз, а там уже все готовенько, это называется асинхронный вызов, мы сейчас не будем уходить, потому что там много есть тонкостей, сложностей с этим связанных, это область параллельного программирования, давайте мы вернемся лучше к однопоточному программированию синхронным вызовом, и так механизм в принципе, который позволяет обеспечить нам декомпозицию задачи на подзадаче и оформить это в программном коде, как отдельной функции, и аккуратно вызывать называется, декомпозиция, а механизм, собственно, стек вызовов, да, и в принципе, процедурная идея синхронного вызова, да, позвал, а оно вернется ровно в тот момент, в тот, как сказать, момент, в то место, но уже с результатом готово, понятно, все, супер, оно легло, понятно, а теперь давайте посмотрим сюда, ситуация вот такая и даже вот такая понятна, а может ли вот так быть, может ли внутри функции встретиться вызов самой функции, давайте попробуем это для начала написать вот прям вот просто, вот у меня есть функция фу, да, и она берет в какой-то момент, ну давайте она что-нибудь напечатает, принт а, а потом она берет и вызывает сама себя, а потом печатает чтобы, например, формально, то, что я сейчас написал, формально является рекурсией, на самом деле, это либо сказать, это вообще не рекурсия, либо сказать, что это бесконечная рекурсия. Дело в том, что, когда мы сводим задачу к подзадачи, ее сложность должна убывать. Если кореец, который хочет, как это называется, сделать фотографию, чтобы на ней была фотография, чтобы на ней была фотография, и так было всегда, то есть на каждой фотографии была, он держит фотографию с фотографией, понимаете, вот на каждой, то задача подзадача становится не менее простой, чем исходная задача, понимаете? Подзадача имеет такую же сложность, это во многих замечательных сказках и песенках реализовано, да, вот такая шутка, например, у папа была собака, да, он ее любил, она села в космос, он ее убил, он ее похоронил, на могиле написал, у папа была собака, да, и так далее. Ну, вот если мы, что называется, мы это делаем итеративно, да, в данном случае мы раскладываем это, да, но смысл-то в том, что фишка, что, чтобы это реализовать, да, короче, смысл какой, что у меня под, я, вот это, если начнет программный мой продукт пытаться это выполнить, да, если питон будет пытаться это выполнить, что он будет делать? Войдя в функцию, он будет создавать новое пространство имен, новый как бы инстанс, новую сущность запущенной функции запускать, да, она пошла, стартовала, да, и будет напечатано снова А, второй ей, да, та снова, та снова, та снова, что будет происходить со стеком вызовов? А стек вызов, это вызов необходимый инструмент, чтобы обеспечить возвраты, мы-то ждем, что это все когда-то закончится, ради этого все, да, соответственно, у меня происходит запись, вот функция фу, должна вернуться в модуль мейн, да, я первый раз ее позвал, да, вернись в модуль мейн, в конкретное место, откуда тебя позвали, потом функция фу позвала функцию фу, она должна будет вернуться в функцию фу в конкретное место, вот в эту строчку, а она взяла, напечатав, а снова позвала сама себя, то есть мой стек вызовов будет заполняться, то есть мой служебный механизм, мало того еще там под пространство имен, хотя оно у меня содержит одно дополнительное имя, это N, но под него нужно немножко пространство, ну это пространство, допустим, оперативной памяти у меня, допустим, много, да, но не бесконечно же, короче, стек вызовов по-любому в какой-то момент будет переполнен, понятно? Это называется стек оверфлоу, если вы слышали про такой сайт, стек оверфлоу, то он, собственно, подобную проблему, на самом деле переполнение стека может возникать не только вследствие рекурсии, особенно опасно оно как раз на языках таких архитектурно-ориентированных типа C, потому что может приводить к проблемам безопасности уже, когда можно при недостаточном уровне защищенности операционной системы, либо там компрометировать само ядро операционной системы и в нем, не дай бог, сделать атаку типа стек оверфлоу, то можно выполнить произвольный программный код, отправив ее вроде бы на стек как данные, а на самом деле он отправится в программный, как называется, в сегмент памяти, где команды лежат, тем самым вот такая vulnerability, как говорится, да, проблема безопасности, когда, как это по-русски, intruder, взломщик, ну да, вот короче, вторгающийся в систему человек или программный, как сказать, продукт, там, вирус условно, да, червь, он сможет не просто заставить вас сделать какое-то непредсказуемое действие, да, что какое-то нелепое ошибку, да, а когда он именно сможет выполнить свой программный код от лица вашего компьютера, понимаете, да, вот он загружает свой программный код, самая высшая степень, мне кажется, по-моему, самая высшая степень уязвимость, ну еще, если это, не дай бог, от уровня, там, суперадминистратор или даже, там, операционная система компьютера, да, вот, значит, так вот, это вот, но в нашем случае стек оверфлоу в каком-то смысле мирный, это не тот, где мы сейчас программный код начнем выполнять, хотя никто не сказал, что на питоне не может быть инъекции кода, очень даже может быть, вот, но смысл в том, что вот это, вот этот тип рекурсии, он бесконечный, ее не остановить, но более того, это, в принципе, не совсем рекурсия, потому что я-то рекурсию дал как способ решения задачи, подождите, товарищи, а задача-то какая? Я тут написал некий синтаксис, а задачи не было. Чтобы говорить о рекурсии, нужно поставить задачу, будет задача, мы сделаем рекуррентный способ решения задачи. У любой задачи, у которой есть рекуррентный способ решения, есть не рекуррентный способ ее решения. Задача, которая может быть решена при помощи цикла, может быть решена при помощи рекурсии. Это реально взаимозаменяемые вещи. Я могу написать, ну, нет, из-за некоторых ограничений, сложностей, я не смогу на питоне с легкостью полноценный любой цикл заменить рекурсии из-за ограничения глубины рекурсии. Можно поднять через import sys, set recursion limit, можно поднять повыше этот предел, но смысл в том, что при помощи рекурсии можно делать очень многие вещи. Просуммировать числа с клавиатуры, ряд чисел, которые с клавиатуры приходят. Вот давайте ставим такую задачку. Мне дают в начале количества чисел, надо их просто посчитать сумму этих чисел, вывести их на экран. Вариант номер один. Считываем число, сколько будет чисел. Дальше. Заводим переменную, в которой буду складывать их сумму. Что я дальше делаю? В цикле подсчитываю in range. Что? n. Буду считывать очередное число. Или давайте сразу делал s плюс равно int input. Я целые числа буду сейчас складывать. Пожалуйста, print s. Вот решение задачки, в котором никакой рекурсии в помине нету, но зато есть цикл. Давайте сделаем функцию, которая посчитает нам сумму чисел, сумму n чисел, введенных с клавиатуры. Дев назову ее s. Или давайте, ну, слово сам, оно зарезервировано под стандартную функцию суммирования массива, там списка, да? Ну, давайте я назову ее сумму. Типа суммай. Моя сумма. Она будет сейчас получать количество чисел. Давайте маленькую буковку n напишу. Количество чисел, которые ей дадут с клавиатуры, которые она будет ждать с клавиатуры, чтобы их просуммировать. Задача этой функции получить с клавиатуры эти n чисел и их просуммировать. И вот смотрите, я говорю, прекрасно, прекрасно. Одно число с клавиатуры прочитать мне не лень. А кто прочитает и просуммирует все остальные числа. Давайте я эту задачу делегирую. А Петя говорит, Вася, возьми прочитай-ка ты с клавиатуры n минус одно число и просуммируй их. И верни мне сразу результат готовенький. Могу я так сделать? Фишка рекурсии в том, что этот Вася, которого позовет Петя, это Петя и есть. Просто его новый инстанс, новый вызов этой же функции. То есть функция, тело функции одно. Тело функции как алгоритм решения задачи. Алгоритм решения тот же, но под факт вызова будет создан новое пространство имен с новым смыслом переменной n. То есть это будет другое имя, которое ссылается на другой объект. Теперь смотрите, что я говорю. Мне нужно прочитать число с клавиатуры. Вот я его прочитал. Мне осталось прочитать еще n минус одно число. Кто их прочитает? А их прочитает и просуммирует функция с суммой? А n минус один. Пусть она это сделает, а не я. А я к той сумме, которую оно мне вернет, просто добавлю прочитанный мной x. Я тоже часть своей работы делаю. Его задача проще моей. Ему меньше чисел надо считывать. Я просто возвращаю этот результат. Return. Мне остается что? Распечатать на экран сумму тех чисел в том количестве, которое мне надо. А сюда я ему скажу сколько штук. int input. Я даже меньшим количеством строк это написал. Я мог бы сократить это, уменьшив название функции до одной буковки s. Но это сейчас не важно. Это сейчас не важно. Где-нибудь есть цикл? Нет. А фактически зацикливание как бы происходит. Только у меня функция зовет другую функцию, как бы саму себя. Под это решение и так далее. Какое решение более экономное? Какое решение быстрее сработает? Конечно без рекурсии. У него нет никаких ограничений на величину числа n. Потому что если я скажу вопрос у мира мне миллион чисел. Это мне set recursion limit поднимать до миллиона, чтобы у меня позволялась такая глубина рекурсии. Потому что это называется глубина рекурсии. То есть когда мы углубляемся на какой-то уровень, так и называется глубина рекурсии. depth of recursion. Так вот. Конечно так лучше. Но рекурсия позволяет по-новому взглянуть на многие варианты решения задачи. Написать рекуррентное решение иногда оказывается проще. Потому что мы в принципе саму задачу ставим рекуррентно. Идите колотите. Я написал рекурсию и с таким видом все сидят слушают. Никто меня не осёк. Конечно. Конечно. Ничего не сработает в том случае. В суммировании. Я забыл. Там крайний случай забыл. Вот если б я на компьютере писал. Все б сломалось. Да. Печаль. Ладно. К лучшему. Короче предыдущий пример плохой. Он сломается. Там надо подправить. А именно. Я должен суметь. Я вернусь к нему. И сейчас туда. Вернусь. Ещё раз. Да. Давайте сумма. Потому что там я пойду уходить в минуса. Для минус одного. Никогда не остановится. Мне на самом деле нужно обязательно разделить крайний случай. Сказать. Ну например. Если количество чисел которые надо считать. Равно нулю. Ну. То просто. Вернуть ноль. Всё. И только в остальном случае. На самом деле. Поскольку уже return. То else. Можно было бы и не писать. Но я напишу. Чтоб четко было. Вот он крайний случай. Вот он рекуррентный случай. В котором я. Возвращаю. Ну. Я сейчас напишу. Сразу. Сумма. От. Минус одного. Плюс. Инт. Инпут. Я. Икс. Вводить не буду. Отдельно. Вот так. Всё. Простите меня. Пожалуйста. Я что-то пропустил. Момент. О. Написал. Бесконечную рекурсию написал сам. И даже не задумался. Задачка проще. Ага. О том что. Крайний случай. Должен в конце концов то наступать. И задача. Программиста организовать. Чтобы этот крайний случай. Таки. Случался. Мне очень нравится. Про. Эээ. Старика. Про репку сказку. Рассказывать. Как рекуррентную. Старик зовет бабку. Бабка. Внучка. Внучка. Журочка. Кошка. Кошка. Мышка. Никого не зовет. Она просто делает свою работу. И возвращает результат. Понимаете. Вот это вот наличие. Крайнего случая. Очень важно. Должна быть функция. Которая уже не. Ну или скажи. Инстанс. В данном случае. В случае рекурсия. Это одна и та же функция. Но должна быть. Она никого не зовет. Она просто возвращает результат. Нерекуррентно. Рекурсия всегда должна заканчиваться. Крайним случаем. Давайте мы. Перейдем к такой задачке. В которой рекурсия. По хорошему. Удобно. Конечно. Есть нерекуррентный способ решения. Классически. Говорят. Там что. Это. Числа Фибоначчи. А еще проще. Говорят про. Факториал. У факториала есть рекуррентная формула. Факториал. Но. А? Но. Факториал. По-моему. Да. Там лежит. Но смысл в том, что это учебная исключительная задача. Не надо никогда считать факториал или числа Фибоначчи рекуррентно. Это как раз антислучаи, на которых я и смогу показать, почему это плохо. И я хотел бы на время Фибоначчи придержать. Вот я буду про динамическое программирование говорить и показывать. Вот я вам прям покажу. Потому что как он картинно тормозит, это прям вот стоит того, чтобы на это посмотреть. А мы лучше сделаем сейчас вот такую задачку. Она называется быстрое возведение в степень. Быстрое возведение в степень. Слышали про такую штуку? Нет, да? Ну вот смотрите. Мне надо возвести. Давайте так. Я слово быстрое пока тут не буду писать. Я напишу просто задача возведения в степень. Мне надо возвести в степень. Ставим задачку. Я хочу А возвести в степень n. Давайте перед тем, как сейчас писать на питоне, математически сформулируем рекурсию. Чему равно А в степени n? Ну если n равно, извините, нулю, то это просто единица. Я сейчас предполагаю, что А не ноль. Все. И не отрицательно. Некое дробное число. Float. А n целое. Да? Все правильно? Если же не ноль, ну, а какое-то больше нуля число, тогда что я говорю? Ну, я могу понизить сложность задачки, потому что вообще-то А в степени это нужно А умножить на А умножить на А умножить на А умножить на n раз. Да, я говорю, давайте понизим сложность задачки. И обратите внимание, подзадача является аналогичной исходной задачки, но меньшая сложность. Почему меньшая сложность? Потому что n меньше. На самом деле то, что параметр меньше, еще не означает, что задачка меньше. Здесь смысл еще и в том, что я ближе к последнему случаю. Рекурсия должна заканчиваться. Вот этот случай, последний, называют крайний. Крайний, то есть он с краю находится, да? Его можно было бы называть последний случай, но в динамическом программировании будет формула та же, но мы будем наоборот идти. Я возьму и скажу, окей, мне нужно накопить А в степени n. Я положу начальным состоянием буковки p, положу равно 1 и буду множить в цикле for, там, не знаю, p умножить равно А. p равно p умножить на А. Итеративный механизм, да? Раз, 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 пожалуйста, в каком-то смысле вот я от него стартовал. Это называется крайний случай, именно потому что будет ситуация, в динамике мы будем с него стартовать. Ладно. Значит, а это рекуррентный случай. Рекуррентный случай, в котором я говорю задачу, как раз свожу к подзадаче. И фишка рекурсии в том, что мне нужно разделять крайний и рекуррентный случай. Значит, давайте здесь теперь. Я сформулировал, собственно, математическое описание. Давайте теперь напишем, собственно, функцию. Назову это словом power, степень. Функция будет потреблять два параметра. Число А, число Н. Число А дробное, Н целое, должно быть не отрицательное. Но это некие требования, я вслух произношу. Сейчас документ строку, который сюда можно было написать тремя кавычками, документ строку, описать, какие требования на параметры. Я не очень хочу это делать. Итак, я делю, я в произвольном порядке могу это делить, но я вначале буду крайний случай брать, чтобы не забыть. Я все время частенько забываю, люди про него забывают. Поэтому лучше уж я его первым обработаю. Итак, если у меня Н равно нулю, то я уже получил результат. Это один. А иначе... Слушайте, я иначе... Нет, давайте я напишу иначе. Тоже с умыслом. А иначе... Я как дурачок могу написать... А илив Н больше... Значит, что А иначе? Я говорю, А иначе... Я тогда сделаю... Результатом является А, умноженное на А в степени Н-1. А кто мне его посчитает? Да, функция Power мне его и посчитает. А Н-1. Опа! Да? Я... Вот она точка... Как это? Ухода... Где у китайцев фотография, на которой... Китайцы с фотографией, да? Корейцы с фотографией. Вот она, вот она, да? Где внутри функция Power вызывается функция Power. Вот этот момент, на котором некоторые люди сходят с ума, говорят, я ничего не понимаю. Это всего лишь, да, вот точка, где мы будем углубляться, потом возвращаться с результатом, который будет использован для подсчета. Мы же ради этого эту под задачу-то и ставим. Да? Чтобы получить от нее результат и вернуться сюда, дальше продолжить. Никакой пользы по отношению к итеративному вычислению степени не будет. Ничего хорошего. Смысл? Только в рекурсию погружаться. Но если я скажу, а давайте я схитрю. Я буду так вести себя, только если n нечетное. А если чётное, дело в том, что если n является чётным числом, представьте себе, а это 2 в степени n пополам, но n пополам это целое число, оно делится на 2. То по формулам, я могу сказать, это а квадрат в степени n пополам. То формула математическая, а в степени b умножить на c. Это что такое? Это а в степени b в скобках в степени c. Я могу наоборот написать, я могу в принципе написать это а, n пополам, потом возвести его в квадрат. Оба варианта подходят, но мне этот больше нравится. Я вот эту задачу подсчёта а в степени n в ситуации чётного n могу свести к вычислению n пополам от а в квадрате. А n пополам резко меньше, чем n. Если n равнялось тысяче, то я тысячу раз должен буду а в 500 раз. Это круто. Я говорю, окей, тогда давайте сделаю так. Это будет а квадрат в степени n пополам, если n чётное. Так, значит я сюда ставлю, иначе если элив n процент 2 равно равно 1, в случае нечётном вот так, а иначе, ну в данном случае это чётный получается. Я оговариваю, что отрицательный нельзя, иначе всё грохнется. И тем более дробный, там совсем всё грохнется. Оно идёт в бесконечной рекурсе и даже не сможет ничего сообразить. Поэтому не ломаем, что называется. Никаких асертов мне писать сейчас силы нет. Что я говорю? А этот вопрос, на этот вопрос ответит функция power, но я ей дам а квадрат, а здесь дам n пополам. Сказать, что моя функция power a n в этом случае ничего не сделала, это неправда. Перед тем, как позвать функцию power, она должна рассчитать её параметры. То есть она, во-первых, оценила ситуацию, какая из трёх ситуаций. Во-вторых, она, поняв, что эта ситуация чётная, вычислила а квадрат. А квадрат, потому что это уже не оригинальный а квадрат, это её получен ей а квадрат, который мог быть квадратом того а, который ей передали. И вычислила вот это. Вот это вычисление, которое происходит как бы на прямом ходу рекурсии. По пути перед углублением. Если бы у меня к этому делу что-то потом прибавлялось, то это действия были бы уже на обратном ходу рекурсии. Мне сейчас не надо это делать. Если я сейчас заменю и скажу, давайте я сделаю power a, а потом и в результат вычислений я возведу в квадрат, я вот так это напишу, то вот это вычисление происходило бы ещё перед тем, как я ушёл вглубь. А вот это вычисление после того, как вернулся результат, оба варианта годны. Но надо понимать, что есть действия на прямом ходу рекурсии, которые я делаю до того, как заснул и передал ход исполнения более глубокому уровню рекурсии. Есть действия на обратном ходу рекурсии, когда я выныриваю. Вот этот алгоритм называется уже быстрое возведение в степень. Ещё раз скажу, конечно, у него есть нерекуррентная версия, у любого рекуррентного решения есть его нерекуррентная версия, она лучше, но часто её написать сложнее. А здесь, пожалуйста, раз, вот она была математическая формула, в которой я описывал, да, вот программное решение. Красиво, просто, всё понятно. Давайте перейдём к сортировкам. Я сейчас, конечно, не успею вам всё там, что в лабе, да, и так далее, рассказать, но я смогу сейчас показать вам прекрасную идею. Спасибо. 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 Их будет у нас две. На самом деле сортировок, ещё раз, их настолько много, что можно было бы очень много. Мне интересны сейчас две, а именно сортировка Тони Хоара и сортировка, которая называется слиянием. Автора я не знаю. Соответственно, у этой сортировки есть наименование QuickSort, а у сортировки слиянием наименование MergeSort. Идея сортировки Тони Хоара состоит в том, что мы воспользуемся предварительной корзинной сортировкой. Я вам говорил про корзинную сортировку. Помните? В самом начале, как я сказал, ну давайте проведём и разложим плохие, хорошие, плохие, хорошие. Мальчики, девочки, мальчики, девочки, да. Вот большее числа, меньшее числа, большее числа, меньшее числа. Да, и как вариант, если бы я заранее мог там раскидать, да, все числа напополам. Числа, которые меньше медианы и числа, которые больше медианы, на две кучи, на два списка, на два массивчика. То сортировка половины массива, а как вы помните, вот в квадратичных сортировках там асимптотика от n квадрата, да. Извините. Если даже я применю там сортировку пузырьком какой-нибудь, да, то я говорю, допустим, я разбил на две половинки. n пополам в квадрате, да, и ещё раз n пополам в квадрате. Это вообще-то получается одна четверть, да, это одна четверть, то есть получается, что я упростил в два раза сложность. Вместо n квадрата, сделав дважды, отсортировав половину массива, я очень сильно упрощаю задачу. Правда? Это даже если я после этого просто делаю сортировку пузырьков условно, да, любую из универсальных квадратичных. А если я там вместо n квадрата буду делать тоже разбиение пополам, дальше сложный момент. Это сложно быстро описать. Но смысл в том, что если бы я знал медиану массива, если бы я её знал, то количество действий, которое было бы необходимо на сортировку, было бы… Я всегда знал бы медиану, вот всегда. Я бы просто… Сейчас, секундочку… Было бы o от n умножить на логарифт в познании 2 от n действий. Но, я не знаю медиану, зато у меня есть числа. Если я случайным образом возьму некий барьер, некий барьер… Барьер – это какой-то элемент, собственно, массива из некоторой случайной позиции, но фактически в нём присутствующей. Это некая оценка, да, это не медиана, но чисто вот вероятностно, вероятностно, скорее всего… Представьте себе, вот у вас есть… Вот у нас есть люди, да. У каждой из вас сколько-то весит. Мы сами не знаем, сколько весим. Если бы мы поставили тут суперточные весы сейчас, которые до грамма весят, всё… Оказалось бы, что у каждого из нас разный вес. Да, и мне нужно отсортировать вас по весу. Вот на глаз я не могу, только на весы надо ставить. И вот я беру, говорю, так, возьмём случайного человека, вот с закрытыми глазами, вот вас взял, да, поставил на весы, о, вот барьерный вес. Да, вот это число будет барьерным весом. Дальше я беру вас всех и говорю, так, у тебя как там с барьером? Ты либо налево, либо направо, в зависимости от барьерного веса, либо налево, либо направо. И я так с каждым числом делаю предварительную сортировку. Понятно? То есть я делаю следующим образом. Я назову это сейчас QS QuickSort от массива A. Очень-очень грубо. Тем не менее, я беру барьер, который случайный элемент A. Ну, это условно, я напишу choice, choice A. В библиотеке случайных чисел есть такая функция, которая случайный элемент массива возвращает. Допустим, он взял случайный элемент массива. Дальше я беру, говорю, в L отправляются элементы A, которые, я прошу прощения за x for x in A. А если элементы меньше барьерного, если x меньше барьер, M, серединка, отправляются x, которые равны барьерному, и правая часть туда отправляются x. Больше барьерного элемента. Тут, надо сказать, я сразу забыл про крайний случай. Надо было, знаете, что спросить? А массив A случайно не содержит ли уже меньше либо равно одного элемента? Значит, если он содержит один элемент или меньше, то он уже отсортирован. И делать нечего. То есть вот здесь вот крайний случай. Если len A меньше либо равно одному, ретерн, все, до свидания. Просто ретерн. Не надо возвращать сам массив A просто, потому что я отсортировать буду на месте. Что я дальше делаю? Я говорю, мне надо отсортировать L, отсортировать R. M не надо, они все равны друг другу. Они все барьерные. После чего я должен склеить L, M, R друг с другом, те, которые будут отсортированы. Правильно? И запихнуть это в A. Как я это сделаю? Я вызову сортировку QuickSort для левой, а она его отсортирует. Я вызову QuickSort, быструю сортировку для правой, а она его отсортирует. Как? Точно так же. Она возьмет случайный барьер, разбросает их. После чего я говорю, мне нужно в A, но единственное, что, зная Python, я буду в срез A присылать, чтобы он сам A, сам исходный объект менял, а не подменял новым объектом имя A. Указывало куда-то еще. Я скажу, вместо A теперь будет кто? Уже отсортированный L плюс M плюс R. Очень грубо, очень неэффективно, некрасиво, но по существу правильно. Это быстрая сортировка Тони Хора. Ее асимптотика из-за того, что вот эта вот случайность, она не обеспечивает равномерности распределения, приводит к тому, что чисто теоретически в наихудшем случае я каждый раз попадаю в самого, в одного человека, у которого самый большой вес или самый маленький вес. И у меня все время очень неравномерно в левом сидит ноль, в M лежит один, в R лежат все остальные N минус один. За один такой проход получается, а я же вот это делаю, это же N операций, разбросать их, можно было эффективнее, тем не менее, разбросать их на три кучи, это N операций. Пропорциональная N. Получается та же самая условная пузырек, вот N квадрат. То есть у нее асимптотика квадратичная в наихудшем случае. Но кто видел этот наихудший случай в натуре? Мы же верим в случайность условно, да? В реальности среднестатистически, среднестатистически ее скорость получается N логарифм N. Там не по основанию 2, но не суть важна. Эта скорость намного быстрее, чем N квадрат, количество операций намного меньше, чем N квадрат, существенно. У стартировки слиянием у нее гарантированная скорость N лог N. Но, дело в том, что стартировку Tony Hora можно реализовать в одном массиве. В одном массиве, то есть не выделять дополнительную память. Называется как бы стартировка in place, на месте. Память у вас 2 гига всего у компьютера и весь массив на 2 гига. Tony Hora можно реализовать на месте, хоть и сложно, но можно. А слиянием необходимо обязательно требовать дополнительной памяти у от N. Вот сколько было, нужно столько же памяти под слияние. Ее идея другая, тоже рекуррентная. Идея в том, вот у меня массив. Я говорю, ну он может быть и нечетное количество элементов содержит, но я его все равно бью пополам. Бью пополам. Дальше я говорю, вначале отсортируем левую половину и отсортируем правую половину. А теперь представьте себе, что они уже отсортированные. Эти идут по возрастанию, эти идут по возрастанию. Представьте себе, я делегировал задачу отсортировки. Взял вот Антону, вас как зовут? Миша. Антон и Миша дал. У меня стопка листов, мне надо их отсортировать. Я распечатал, у меня ребенок перепутал листы. Значит, я взял их, как это, ну мне сейчас их сортировать, тысяча штук. Так, пятьсот Антона, пятьсот Миша. Все, ваша задача отсортировать. А дальше, не важно как они это сделали. Может они это дальше делегировали следующим товарищам, разделив напополам. Но у меня есть раз стопка отсортированных, два стопка отсортированных. Я смотрю только на верхний лист, там, тут. Здесь номер один, здесь лист пять. Я кладу лист один. Дальше, два, пять. Я кладу лист два. Три, пять. Я кладу лист три. Четыре, пять. Я кладу лист четыре. Шесть, пять. Я пятый кладу. Дальше, шесть, девять. Шестой, седьмой, восьмой, потом девятый. Под шестым оказался, четырнадцатым. Короче, я то с одной стопки перекладываю, то с другой. И слияние двух уже отсортированных массивов в третий происходит очень быстро. За один проход. То есть мне достаточно просто брать листик то оттуда, то оттуда. Этот алгоритм пишется довольно просто. Он является, ну, как бы за один проход. Да, но мне нужно третий массив. Ну, в смысле, две половинки. И вот массив, в который я буду это сливать. Я сейчас не буду это дело дописывать, наверное. Время кончается. Я буду считать, что эту функцию слияния уже кто-то за меня написал. Назову ее DEF MERGE, A, B. И она возвращает return. Соответственно, return по сути как бы A плюс B. Но еще раз, она возвращает их слитыми. Да. То есть вот здесь вот называется, почини меня. То есть вот здесь она возвращает некий C. Ваня, Вань, прекрати. No. I don't want the giraffe. Fix it yourself. You should wait slightly. Окей? Короче. Это можно сделать, еще раз скажу, за один проход. Это школьный уровень в ЕГЭ. По информатике там требуется теоретически, по крайней мере, в кодификаты написано, что дети должны знать на уровне 11 класса. Теперь смотрите. Я говорю, а как я буду сортировать при помощи этого алгоритма? Да очень просто. Давайте я назову MS. MERGE SORT. Мне дали массив. Моя задача его отсортировать. Что я делал? В первую очередь крайний случай. Никогда не забываем. Крайний случай. Если длина A меньше либо равна одному, то просто выйти отсюда нафиг. Ничего сортировать не надо, он уже отсортирован. Там не может быть беспорядка. Его длина либо пустой, либо один элемент. С ним все в порядке. Теперь все. Я уже return случился. Это уже рекуррентный случай. Итак, надо его разбивать. Я беру некую серединку и назову ее буквой N. 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 M. Равно LEN A пополам. Поскольку там больше либо равно двойке, то это точно один или больше. Теперь я беру, срезаю, срезаю из A от начала до M. Это срез. Срезы помните? Да? Я, простите меня, поставлю точку с запятой. Хотя нет, не обязательно. Я срезаю A от M и до конца. Вторая часть массива. Дальше. То есть я их две стопки подготовил, просто разделив их примерно пополам. Дальше Антону и Мише отдаю. Говорю, а ну сортировать пошли. А дальше мое сортирующее действие. Оно идет на обратном ходу рекурсии. То есть когда уже и Антон и Миша отсортировали свои куски, вот тогда наступает моя работа. Предварительная моя работа была в каком-то смысле маленькая. А здесь моя работа, я говорю, теперь моя задача, собственно, в массив A. Да, я сейчас срез его, чтобы подменить его значение. Это еще раз, все очень грубо, но пусть так будет. Кладу слияние чего? L и R. Возвращать не надо, поскольку я сам A модифицирую при этом. Понятно? То есть сортировка Тони Хора принципиально рекуррентная сортировка. Ну, как сказать, ее можно реализовать и не рекуррентно, в принципе, при большом желании. Сортировка с слиянием тоже по своей логике рекуррентная. Она разбивает задачу на две подзадачи. И там каждый раз задача разбивается на две подзадачи меньшей сложности. Да, пока не дойдет до крайнего случая, до очень маленького массива. В чем одна интересная ценность этого? Я, в принципе, при наличии ресурса параллельности, то есть большого количества дополнительных компьютеров и быстрой передачи данных, если чисто теоретически или там это, как сказать, на общей памяти происходит, у меня просто многоядерный процессор, грубо говоря. То я могу таким образом очень больше ускорить сортировку. Больше ее ускорить. Они, вот реально я даю Антону и Мишу, вот мы сейчас берем и тратим наш ресурс в параллельности. Они это делают параллельно. Они вам раздают, и вы это делаете уже, да, параллельно. То есть на самом деле вот можно сделать это фактически за ООТН. Ну да, с некоторыми дополнительными оговорками, но фактически мы можем очень сильно ускориться, если сейчас не рассчитывать время на передачу данных и так далее, на взаимодействие людей друг с другом, да, ну или там процессов. Рекурс очень мощная штука. Это, как сказать, не вполне окончание разговора про нее, но вы увидели, как она прекрасно нам там быстрое возведение в степень дает возможность реализовать или быстрой сортировки. Спасибо. Вряд ли. Может и упасть. Все, спасибо, до свидания.